Поклонники желают ему крепкого здоровья и ждут не дождутся, когда он вернется на сцену. Но 67-летний Борис Моисеев редко выходит на связь. Боря, привет! Как дела? Ты меня узнал? Артурчик, привет! Давай поговорим. Боря себя чувствует хорошо. Ну, я не буду лукавить и что-то придумывать. Он говорит, говорит с трудом. Но самое главное не в этом. Самое главное, как человек мыслит. А мыслит он абсолютно ясное чувство. Окна в его московской квартире почти всегда плотно задернуты шторами. Но отшельником Борис Моисеев стал не по собственной воле. Мы просто знаем по слухам, что да, живет Борис. Мы часто встречались с ним, вот буквально в дверях. Моисеев перенес два инсульта и пока не может вернуться к привычной жизни. Даже обычная прогулка во дворе для него настоящее испытание. У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все. Так я, они живут в другой секции. Я вот в этой секции, во второй они в первой секции. Ухаживает за Борисом Михайловичем домработница. Несколько лет назад пошли слухи, что у Моисеева есть не только сын Амадеус, но и внук, якобы живущий в Кракове. Но сам певец эту информацию опроверг. Ничего не слышали о наследниках и бывшей коллеге танцора и певца. Никогда. Нет. Никогда. Он говорил только про маму и папу, но нет, про братьев нет. Этих историй я не знаю. В биографии Моисеева всегда было много белых пятен. Сам он не раз признавался, что родился в женской исправительной колонии на востоке Белоруссии. И отца никогда не знал. Хотя официального подтверждения этой информации нет и не было. А могилевские земляки-артисты рассказывают, что мать маленького Боря работала на кожевинном заводе и в тюрьме никогда не сидела. Окончив хореографическое училище в Минске, в 20 лет Моисеев впервые снялся в кино, в крошечном эпизоде сыграв влюбленного хлебороба. Потом работал в Харькове и Каунусе, но настоящей звездой стал после того, как встретился с Аллой Пугачевой, высоко оценивший талант единственного мужчины-танцора из трио «Экспрессия». И сегодня Алла Пугачева наравне с Нелли Кобзон – одна из двух главных женщин в его жизни. Его любимые женщины, к которым он особо испытывает такое, знаете, трепетное отношение, вот Алла Борисовна и супруга-вдовая Иосифа Кобзона Нелли. Это такие, то, что называется, для души. В 90-е, иначе как «Дитя порока» его и не называли. Сегодня грандиозный скандал вызвало бы одно название песни – «Танго кокаин». Но в те годы главный лозунг только зарождающегося российского шоу-бизнеса – «Шок – это по-нашему». Сегодня на слухах о состоянии здоровья Моисеева пытаются подзаработать совсем уж маргинальные интернет-деятели. В сети то и дело появляются скорбные новости с траурной лентой и фотографией артиста. Что он умер, что страна скорбит, мы все скорбим. Я что-то как-то не поняла, это шутки такие или это специально делают, что всех хоронят. Все необходимые лекарства и продукты заслуженному артисту приносит его бывший директор Сергей Горох. Сергей Горох является не просто продюсером и концертным директором некогда Бориса Михайловича, но и близким другом. Горох ни на шаг не отходит от Моисеева и во время его редких выходов в свет. Так было и на юбилей Кристины Арбакайте. По сути, уже как пять лет Борис Моисеев живет так же, как и весь мир в разгар пандемии, то есть на карантине. Когда случилась вся эта пандемия и наши карантины, он очень сильно хохотал по этому поводу. Говорит, вот теперь вы все оказались в той самой шкуре, в которой я уже лет пять пребываю. При этом, несмотря на серьезные проблемы с речью, Моисеев умудрился принять участие в записи песни. Правда, от него требовалось проговорить всего лишь одно слово. Борис, скажи там «Роттердам», «Роттердам». Он там «Роттердам». Ну, я как логопед, знаешь, с больным ребенком. И просто из него извлекал какие-то буквы, сочетания, слова. И потом мы три дня в студии занимались вот этой мультипликацией, соединяли буковки, слова. Конечно, ни о каком возвращении к полноценной творческой деятельности речи пока не идет. Моисееву требуется длительный курс реабилитации. Здесь восстановление полное пока не произошло. И это говорит о том, что есть очаг повреждения, который не дает полностью, собственно говоря, привести организм в порядок. Артист нуждается в постоянной поддержке не только врачей, но и близких. Учитывая, что в покровителях у Моисеева сама Алла Пугачева, то и дело всплывающие слухи о его финансовых проблемах вряд ли стоит воспринимать серьезно. Поговаривают, что у артиста достаточно неплохая пенсия. Есть большая поддержка близких друзей, которые называют себя частью семьи. Мы знаем о том, что часть своего наследства он завещал Кристине Арбакайте. Размер пенсии артиста раскрыл его бывший директор Сергей Горох. Вместе с льготами и надбавками за звание заслуженного Моисеев получает 85 тысяч рублей. Это не считая авторских отчислений. На еду и лекарства должно хватить, а значит, не стоит верить слухам.